Новогоднее представление для детей и взрослых и веселая развлекательная программа в агротуристическом комплексе «Коробчицы» с размахом отпраздновали Рождество Христово. Приобрести сувенирную продукцию, а также различные угощения можно было на рождественской ярмарке, которая к праздникам значительно расширила свой ассортимент. Ну а самые маленькие гости вместе со Снегурочкой и другими сказочными персонажами кружились в веселом хороводе у зеленой красавицы. Положительных эмоций в этот день хватило всем. Сегодня здесь выступают замечательные артисты, проводятся конкурсы. Здесь работает резиденция Деда Мороза. Рады видеть всех ребятишек, поприветствовать их, послушать их песни, пляски и стихи. Подарите Дедушке Морозу обязательно замечательный подарок. Ну и самое главное, здесь царит исключительно замечательное новогоднее рождественское настроение. Главным же подарком для участников рождественских гуляний стала трехметровая вареная колбаса от Гродненского мясокомбината, попробовать которую мог любой желающий. А их, к слову, было немало. На вкус обычная докторская колбаса, а вот ее размеры действительно удивляют. Да и, как признаются на предприятии, это самый большой батон вареной колбасы, изготовленный когда-либо в Беларуси. На приготовление праздничной новинки было затрачено немного больше сил и внимания, чем на другую продукцию. Ведь в отличие от сыровяленой колбасы, вареную гораздо легче сломать. Стоит отдать должное настоящим профессионалам в белых колпаках, которые со своей задачей успешно справились. Это одна из многочисленных идей нашего генерального директора. Сегодня все специалисты поддержали эту идею, сделали эту замечательную, вкусную, большую колбасу. Но еще много-много разных событий, разных моментов ждет наших гостей. Поэтому еще впереди очень много праздников, год только начинается. Но обо всех секретах не будем торопиться рассказывать. По восторженным лицам людей можно смело сказать, что праздник удался. Только вот от запланированного ранее катания на санях пришлось отказаться. Видимо, это развлечение погода посчитала уже лишним.